Всероссийская прививочная кампания стартовала в стране в апреле. Проект приурочили ко Всемирной неделе иммунизации. Реализуется он под эгидой Министерства здравоохранения России. Главная задача акции — повысить уровень грамотности среди населения в вопросах профилактики опасных заболеваний. В крупных городах страны представители медицинского сообщества пытаются развеять мифы о прививках. У медиков вызывает опасение отказ родителей от них. Ведь это может послужить ростом случаев заражения инфекциями, которые трудно поддаются лечению. Я думаю, первая причина их отказа в том, что, во-первых, сейчас у всех есть интернет. И там есть форумы, где родители между собой делятся, какие-то идут необычные реакции. Ну и понятно, что родители стараются как-то обезопасить своих детей. Но я уверяю, что эти послакциональные реакции, они бывают очень редко. Это уже зависит от индивидуального свойства, особенности организма ребенка. Дарина Игнатьева, мать двоих детей от прививок, она никогда не отказывалась. Считает, что иммунопрофилактика пойдет на пользу ее детям. К слову, национальный календарь прививок включает в себя вакцинацию против 13 смертельно опасных инфекций. По данным медиков, всего в Татарстане прививаются более полутора миллионов человек. Родители всегда нас прививали, всегда в соответствии со всеми графиками и так далее. Слава богу, никогда ни у меня, ни у моих близких и знакомых не было проблем. И все же за последние два года случаев отказа от прохождения вакцинации стало больше, говорят эксперты. Родители пугают последствия, а именно осложнение после процедуры. Врачи спешат успокоить. Это происходит очень редко и только у тех, кто страдает генетическим дефектом иммунной системы. Также родители настораживают состав некоторых вакцин. А именно такие вещества, как алюминий и мертиолят, ртуть-содержащий консервант. Соль ртути нетоксична. Вот это нужно четко понимать. Токсична ртуть, ионы ртути свободны. Соль ртути всегда проверяется на то, чтобы там не было свободных ионов. Было проверено на обезьянах, на мышах, насколько это токсично. Оказалось, что в общем никакого вреда эта доза не несет. Дальше посчитали, сколько человек, живущий в городе, получает из окружающей среды. Солей тяжелых металлов, в том числе ртути. Столько же, сколько содержится за сутки, столько же, сколько содержится в одной дозе вакцины. Как сообщает главный педиатр Казани, среди непривитых детей уже есть случаи заражения полимелитом, дифтерией, столбняком и туберкулезом. Отсюда и опасения возникновения эпидемии в республике. Для жителей страны специалисты открыли сайт под названием «Я привит», где выложена подробная информация о вакцинации. Любой желающий сможет получить ответы на вопросы о прививках.